Привет, друзья и подписчики! Привет, YouTube! В четверг в 11 утра здесь будет доглашение решения по самому безумному делу, которое я видел в жизни. Дело о славянской математике, можно так назвать. Дело в том, что в Советском Союзе в вашем плане было 4, и ракеты в Советском Союзе летали в космос, попадали в цель. В современной славянской России в вашем плане может быть и 6, и 7, и 1, столько-столько хочется начальников. И сегодня я был на заседании, где столкнулись две математики, славянская и другая. В чем суд дело, кратенько? Жители Новомосковска попадали в суд на постановление Министерства ЖКХ и строительства ТУЛ и об установлении норматива пусоронакопления. Очень простая у них посылка была. Дело в том, что методические указания вышли в 2016 году. Методические указания по расчету норматива очень просты. Берем участок 2% от населения, это примерно 3000 человек Леонова-Московска. Около каждого дома ставим контейнер, пакетик, бак и по одной неделе 4 раза в год, то есть за 4 сезона, считаем, что эти дома выдают. Соответственно, при таком подходе, что если какие-то дома выдают больше мусора, мы сразу заметим, меньше мусора сразу заметим. Разные будут данные, сразу заметим. Соответственно, мы высчитываем вот эти вот средние показания на одного человека, проживающего, и это есть норматив. Министерство ЖКХ сказало, что да ну нафиг, а как для кладбища норматив определить? На кладбище никто не проживает, как для гаража, как для автостоянки. Все это фигня. Мы не будем брать участок 2%, мы возьмем 100%. Вообще, все дома сразу. И мы не будем ничего измерять, это тяжело. Мы возьмем уже измеренные данные за 15-й год. То есть поверим там управляшкам, мусорщикам, кто там что бы увозил. Соответственно, они взяли, что-то там смешали. Ну, те данные, которые там касались домов, например, у нас не около одного дома стоит контейнер на квартире, да, а около трех домов сразу. Или у нас частные дома не в пакетиках мусор выбрасывают, да, тоже куда-то относим. Соответственно, все это учтено не было. И норматив был принят. Ну вот, эти ребята из Новомосковска пришли в государственный суд, чтобы государственный суд защитил от государства лице министерства. Соответственно, был там прокурор государственный, которая тоже сказала, что все нормально, защитить от государства людей не получится. Но, тут люди сделали очень классный ход. Они сказали, слушайте, норматив не просто посчитан неправильно, ну, то есть его вообще не считали. Но если посчитать по тем формулам, которые вы считаете, он должен быть 18 раз больше. 18 раз больше, представляете? Ну, тут бы нужно было и схватиться за это, да, и отменить его, из-за того, что он должен быть 18 раз больше. Но, думаю, что это не проканает. То, что он должен быть 18 раз больше по безумным формулам, никого не волнует. Кстати, МСК МТ на рабочих группах тоже заявляет, что мусора посчитали мало, что на самом деле мусора выкидывают больше. Но, как мы все понимаем, славянская математика не допускает, чтобы дважды два было четыре. У нас дважды два будет восемь, двенадцать или сколько мы захотим. Но никогда столько, сколько надо. Так что, если вы хотите посмотреть последний акт безумия, ну, к сожалению, судья Галамидова, к сожалению, да, судья нам известная, она предсказанная. И, в общем, результат ясен. Государственный суд не сможет защитить человека от государства. И государственный прокурор, надзирая в государственном суде за соблюдением закона государства, опять же, не позволяет гражданину Великой России быть защищенным от государства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Приходите в суд в четверг в 11 утра. Ну, испытайте грусть в ходе убежения. Ну, такая Россия.